Здравствуйте. Всем привет. Я нахожусь в Бровках. Это железнодорожная станция в 100 километрах от Киева. Я еду на дачу в свое любимое село Нехворож, что находится 10 километров от Андрушевки. Выехала я в 8 часов утра. 2,5 часа на электричке с пересадкой я добиралась до Бровок. Теперь час жду еще возле автобуса, еще потом час на станции. И в свое село Нехворож, где у меня находится дачка, я попаду где-то в часа 3. Итого с 8 до 3 это 7 часов. Очень грустно. Правда, есть другой путь. Из Андрушевки ходит маршрутка в Киев. Но этот путь, если не более короткий, но некомфортный, так же точно. Потому что дорога ужасная, особенно в скачищах, что правдывает свое название. Дорога, оставлять желает лучшего, похожа на ковбойские скачки с препятствиями. Немножко дальше более спокойно, но от торчков пассажиры падают в объятия друг друга, словно танцуя латиноамериканские танцы. И, наконец, вальс с подножкой на трассе до Киева, Житомир-Киев, где лежачие полицейские бодрящие пинают пассажиров, прибывающих в Киев, очень уставшими, утомленными и желающими только отдохнуть. Вот, представляю, была бы здесь дорога Скайвей, струнная дорога Скайвей. Гладкая, быстрая, комфортная. Может быть, и с подругой успела поболтать, и кофе попить за полчаса дороги. И, ну, может, маникюр не успела бы сделать, а на тренажере точно бы подкачалась. Приехали все веселые, радостные. Кто в Житомир на работу, кто в Киев на учебу, кто во Львов, к родственникам вышли. Посмотрели достопримечательности, походили по кафе, посетили музей, зоопарк. И здоровые, веселые, бодрые к вечеру добрались домой. Попили чай с вареньем земляничным. А земляники много, потому что нету в лесах автодорог, земляника растет в тишине, сладкая, вкусная, грибы съедобные. Хочу сказать, что это люди, построившие эту дорогу, смотрю и смотрю, это люди, которые решили три года назад построить эту дорогу, струнную дорогу Юницкого. Есть такой ученый, 36 лет, он что-то конструирует для людей. А люди взяли, собрали по копейке и построили такую дорогу. И живут радостно, весело и радуются жизни. Спасибо, пока. Субтитры подогнал «Симон»